Всем привет! Я так рада, что оказалась в месте, где мне долго не нужно объяснять, чем же я занимаюсь. Здесь люди, которые меня поймут практически с полуслова и поймут, чем же мы тут в регионах занимаемся. Я работаю в бюро сервисного дизайна. Это компания, которая занимается CX-исследованиями, причем мы не делим потребительский опыт на онлайн и офлайн. Мы смотрим на весь путь клиента целиком и изучаем, как онлайн точки контакта, если они есть. Изучаем и офлайн точки контакта. Смотрим на все барьеры, которые на пути клиента есть. Мы работаем в Екатеринбурге и работаем с региональными клиентами, с клиентами, которые работают на федеральном уровне, но заказывают региональные исследования. Поэтому я сегодня поделюсь, как мы тут живем, как работаем, и вместе попробуем сделать выводы, какая же специфика все-таки есть в региональных исследованиях. Либо оставим это на обсуждалку после всех докладов, либо попробуем сразу. Идет? Спасибо. Как вы думаете, почему я здесь разместила этот чудесный торт «Причуда»? Что? Да, вот прям понимание, я же говорила с полуслова. На самом деле, мое знакомство с исследованиями началось как раз с участия в опросе за вот этот вот тортик «Причуда», когда бабушка у метро пригласила меня, пожалуйста, пройдите опрос, очень нужно. И я говорю, хорошо, давайте пройду, без проблем. Это было 9 лет назад, я тогда училась на первом курсе университета, училась маркетингу, и решила посмотреть, а как же это все внутри-то вообще выглядит. Выглядело это все внутри достаточно убого, мне было страшно, потому что вот эта бабушка меня зовет в эту комнатку, мы очень быстро какой-то вот в таком темпе проходим опрос, что-то много-много вопросов. Я так думаю, ладно, хорошо, на все отвечу, потом пробую какой-то сок, меня составляют сравнить, какой сок вкуснее, потом в итоге дают мне вот этот тортик, и я такая думаю, полтора часа за тортик, неплохо, ладно, хорошо. Вот так вот началось мое знакомство с исследованиями, но на самом деле хочу сказать, что сейчас, спустя 9 лет, в регионах исследования, там все сейчас гораздо душевнее. Там даже есть спрос на CX исследования. Мы вот здесь вот в бюро и в Екатеринбурге сидим и занимаемся сервисным дизайном. Мы пытаемся как раз устранить барьеры на пути клиента, всякие огромные ямы, иногда залатываем дыры, иногда стелим новую дорогу, иногда ее только проектируем, как она должна выглядеть. В общем, понятно, к чему все идет. Мы хотим, чтобы потребители оставались с нами дольше. Вот. Такая у нас интересная работа. Расскажу, кто же заказывает исследования в регионах. Это на самом деле очень смелые и классные ребята, и я рада, что они нам доверяют и вообще проводят эти исследования. Вот буквально недавно мы завершили исследование для компании Autodesk. Компания работает на мировом уровне, но она очень плохо чувствует аудиторию, в том числе в регионах. У нее есть аудитория, ей до нее сложно дотянуться. Она для нее новая, под новые продукты. Например, аудитория машиностроения. А как там мыслят инженеры на этих машиностроительных заводах? А есть ли там особенности в пути принятия решений? Вот. Они заказали нам региональные исследования, попросили поговорить в том числе и с региональными пользователями. И, в общем, покажу вам, как в итоге чуть-чуть кусочек результата выглядит. Вот. Кто еще есть среди региональных смельчаков? Это наша местная компания. Это хостер уральский, которого здесь все очень любят. Но они не так широко известны в России. Они тоже, компания NetAngel задумывается о том, а почему же в некоторых местах пользователи ведут себя не так, как им хочется, и что же мы можем поменять. Вот. Тоже завершаем для них очень маленькое, но, надеюсь, очень полезное исследование. Есть вот такие еще смельчаки. Наверное, вы с ними знакомы. Это управляющая компания Лига ЖКХ, которая очень хочет покорить всю Россию и мир, в том числе своим IT-решением в управлении ЖКХ. И они тоже заказывали исследования для как раз выявления барьеров на пути жителя и при смене управляющей компании, и при общении с управляющей компанией. В общем, где им еще расти и расти. Вот. Еще есть вот такой игрок интересный, который тоже заказывал у нас региональные исследования. Это Челябинская сеть Винотек. Они на самом деле монополисты на своем рынке, и конкуренции там практически нет, но ребята понимают, что для выхода на новые рынки и для существования долгого в своем регионе им нужно придумать, что же еще мы можем сделать, чтобы наши позиции дольше сохранить. Несмотря на то, что алкоголь и для многих тема не очень приятная, но там тоже занимаются сервисным дизайном и стараются сделать так, чтобы это было этично. И наш главный проект, по которому мы еще не можем похвастаться большими результатами, но очень хотим, чтобы этот проект получился. Мы сейчас занимаемся развитием туристического кластера «Гора Белая», и сейчас там есть всего один якорный объект известный, это горнолыжный комплекс «Гора Белая». В планах еще очень много других объектов для того, чтобы жители Урала, соседних регионов могли отдохнуть в любой сезон, поехать отдыхать, и мы как раз продумываем, как будут расположены, точнее, как будут расположены уже ответ, есть объекты, но как пользователь будет бронировать билеты, как он будет до туда добираться, как он будет внутри себя чувствовать. В общем, продумываем путь пользователя всего кластера. Работа огромная, очень интересная, и мы очень хотим, чтобы все получилось. Вот такие смельчаки. Как вам? Они настолько разные, настолько прямо вот разные сферы, и кажется, что, наверное, нет границ использования исследований, и многие к ним готовы. Почему же региональные компании и компании, которые работают в регионах, они вообще заказывают эти исследования? На самом деле, очень многим компаниям, которые смотрят на бизнес немножко шире, чем просто, а сколько мы с этого получим, либо там какая будет отдача, они смотрят еще на то, что нужно создавать труднокопируемые преимущества, конкурировать на уровне опыта. И региональные компании, компании работают с региональными пользователями, они тоже на это равняются. Они хотят, чтобы карта пути клиента выглядела иначе, чтобы мы могли конкурировать на уровне опыта. Поэтому эти исследования они заказывают в том числе. Они могут их заказать не только в регионе, но поскольку они у нас здесь есть, мы можем это сделать. Вот, пожалуйста, пробуют и делают выводы, что это нужно. К чему мы стремимся, как компания, которая занимается сервисным дизайном? Сегодня был вопрос на нашем знакомстве про КАС-9 или интервьюировать. Так вот, я очень благодарна, на самом деле, этому КАС-9, потому что компании все-таки развернулись к тому, что исследования надо внутри проводить. Бог с ним, пусть они называют это неправильно, но они хотят эти исследования, мы хотим слышать людей, хотим понимать, как они вообще мыслят и под них подстраиваться. Вот, поэтому мы стремимся, благодаря вот этому модному КАС-Деву, делать исследованиями применимыми в бизнесе, но при этом оставляем их научными. У нас в команде работают социологи и маркетологи, которые раньше проводили социологические исследования, но мы стараемся адаптировать ребят так, чтобы они проводили исследования, которые, правда, можно завтра взять и применить в бизнесе, и при этом вовлекаем клиентов для того, чтобы эти исследования, не дай бог, не ушли в стол. Вот напоследок хочется, еще даже, наверное, не напоследок, хочется попробовать рассказать об особенностях, которые я увидела. Расскажу, как вообще мы их проводим и что делаем, на самом деле. Мы проводим очень часто глубинные интервью, проводим их как с сотрудниками, так и с клиентами, для того, чтобы и путь клиента понять. У нас очень часто фронтлайн, сотрудники, которые очень часто общаются с клиентами, они огромное количество знаний могут нам передать. И мы можем сэкономить себе огромное количество времени тоже для того, чтобы подготовиться к интервью с клиентами. Поэтому вот так, например, в лиге мы проводили исследования, сразу где-то выгружались на карточки. Проходит все обычно очень душевно, и люди готовы рассказать нам все, что слышали и все, что помнят, потому что до этого их никогда вообще не слушали. И вот тут такой прекрасный шанс. Кстати, вот здесь вот они вовлекаются вообще в сервисный дизайн и начинают понимать, что от каждого из нас зависит вообще, как отреагируют в итоге люди и какое впечатление получат. Вот такие вот всякие зарисовки делаем по ходу. Вот так мы готовились к интервью в МАФТ-венотеке. У нас, к сожалению, фоток не осталось с интервью. Это, кстати, были очень суровые исследования, потому что в Челябинске достаточно трудно людей разговорить и вообще каким-то образом их вовлечь. Там действительно была такая реакция, что что-то рассказать, да, покупаю, да, все в порядке. И вот преодолеть этот барьер для того, чтобы хоть как-то разговорить людей, повыяснять у них хотя бы какие-то очень барьеры поверхностные, было вот даже это сложно сделать. Но мы проводили интервью частично прямо в дегустационных залах, приглашали, разговорили, подарили карту подарочную. Мы специально экспериментировали, будут ли без подарка с нами общаться. Некоторые люди прямо без подарка хотели поговорить с нами. Так что мы потом как дополнительную мотивацию и благодарность укладывали эту подарочную карту. Кстати, номинал был совсем небольшой, по-моему, в районе 500 рублей. Вот так вот мы готовимся. У нас такие мешки под глазами. Мы готовились очень сильно и долго к этим интервью. Ну да, собственно, по туристическому кластеру Горобела. Я очень надеюсь, что в конце лета мы покажем результаты и сделаем свой вклад в то, чтобы нам было где отдыхать, и этот отдых был для большего числа людей доступен и приятен. Да, вот так у нас только прошли первые подготовительные встречи, мы стартуем. UX-исследования мы тоже проводим, но вы в них огромные профессионалы, поэтому я не буду на них останавливаться подробно. Вот. Тут скорее нам у вас нужно чему-то еще учиться. Вот. Но когда у нас есть онлайн точки контакта, мы обязательно эти тестирования и исследования проводим. Что обычно получается в результате нашей работы? Чаще всего промежуточный результат — это как раз составление Customer Journey Map, Customer Decision Journey, карта принятия решений и сервис Blueprint. Сервис Blueprint наверняка знаете, чем отличается. Он отличается тем, что у нас… Работает, да, указка? А, нет, не работает. В общем, у нас есть не только путь клиента, но и еще действия компаний, которые этот путь сопровождают. Это только промежуточный результат. Карты — это только лишь… Вот, кстати, по автодеску коротенькая карта принятия решений, которую мы смогли очень быстро насобирать по машиностроению. Так вот, эта карта — это лишь промежуточный вариант. Просто показать результат диагностики этого очень мало, хотя там уже есть очень много интересной информации. Дальше начинается большой и сложный путь по трансформации, когда нам нужно вовлечь клиента в эти изменения, развернуть его лицом клиенту и помочь измениться. Проблемы, которые я уже вот точно напоследок оставила, вот прям на посмеяться местами. Нам очень часто говорят, когда мы проводим особенно B2B-исследования, люди на стороне клиента, либо вообще люди, которые узнают, а чем же мы тут занимаемся, нам говорят, вы что такие идеалисты, неужели вам тут кто-то расскажет, как там у них на заводе? Люди выбирают софт, вы что реально думаете, что вы придете вот к этому мужчине, и он вам что-то будет рассказывать? Вот с таким вот недоверием смотрят и говорят, ну вы что, ребята, вообще придумали? Понятно, что сложно, понятно, что это труднодоступная аудитория, и на эти исследования нужно закладывать большие сроки. Но опыт показывает, что да, идеалисты, да, получается. Сложно дольше, но давайте хотя бы попробуем, зачем вы сразу пытаетесь себе сказать нет и не продолжить, даже попробовать понять, а кто же у вас этим софтом пользуется. Есть еще другой региональный момент, возможно, он не региональный, но люди, которых мы приглашаем на исследования, они очень часто боятся, что мы пытаемся все еще их обмануть, что это не какое-то честное исследование, которое, правда, каким-то образом им в жизни поможет, а мы пытаемся где-то им что-то обмануть, пригласить в Дошили, в Арифлейм, еще куда-нибудь. И вот этого вот в окружении очень много, и вызвать доверие у человека и пригласить его на исследование пока нам вот бывает сложно. И мы стараемся эту честность сразу же показывать. Ну, мы ее, конечно же, ну, вот так выглядят люди, которых часто зовут по телефону и в социальных сетях в какой-нибудь маркетинг другого разлива. Но когда мы все-таки доказываем человеку, что его кто-то слушает, что вот как у нас было в Лиге ЖКХ в том числе, что человека вообще-то послушали, и действительно планируются изменения на основании его слов, то там уже превращается все в очень трудно сдерживаемый поток сознания, который относится не только к теме, которую мы сейчас исследуем, а вообще к широте проблем, которые есть у компании. А вот там мне когда-то кто-то не ответил, и, в общем, все-все-все, и приходится очень часто круг тем сужать, и обычно исследования затягиваются, и тут нужно только модерирование спасает. У нас нет своей лаборатории. Это еще одна проблема, которая у нас есть. Ну, то есть у нас все полевые исследования, все кабинетные исследования, тестирования, они практически все вот из подручных средств. Мы не избалованы технологиями, но стараемся проводить исследования все равно хорошо. Вот, поэтому пытаемся где-то сейчас пристроиться к компаниям, у которых есть лаборатории, пристроиться к технологиям, но пока вот все-таки это все так, как можем. Но проводим, тем не менее, тоже вполне удачно. У нас, несмотря на то, что мы находимся в регионе, иногда очень близко к пользователям, у нас все равно остается очень много удаленных исследований, потому что география широкая. Иногда, когда появляются критерии вроде Уральский регион, Челябинская область, это все равно большие территории, в которых очень быстро не окажешься во всех местах. И найти исследователей, исследователя в этом месте тоже очень сложно. Вот, поэтому пока все равно остается очень много удаленных исследований. Мы стремимся, чтобы их было меньше, но, тем не менее, эта специфика есть. Ну и особенности конкретного города. Сегодня об этом уже в двух докладах прозвучало. Действительно, у нас в Челябинске была, как минимум, одна региональная особенность. Это очень трудно доказать людям, что ты, правда, несешь им что-то полезное. Они смотрят на тебя очень сурово и не понимают, что ты от них хочешь. Вот такие вот. Вспомнила вот этого человека, вот этого персонажа. А рекрутинг, мне кажется, рекрутинг у нас как рекрутинг. Не вижу ничего страшного такого, чтобы мы могли здесь в регионах не сделать или как-то нам было, ну, дико сложно привлечь даже аудиторию машиностроений. Факт, что это дольше. Факт, что нужно закладывать дополнительные сроки. Но не могу сказать, что для меня это проблема. Не хвалюсь. Это реально огромный труд. Но если нужно, то закладываем сроки и делаем. Остальные уже тоже напохохотать, потому что вот часто в комментариях мы слышим вот примерно такую фразу в комментариях на фейсбуке, где-то еще что-то вроде, как ваш сервисный дизайн увеличит наши продажи. В переговорах наших мы такого уже не слышим, потому что люди понимают, что есть конкуренция на уровне впечатлений. И это все равно все оцифровывается при большом желании. И можно посчитать, сколько это нам принесет. Но когда мы слышим вот это, это явная неготовность к тому, чтобы развернуться лицом клиента. Вот еще одна проблема. Когда мы начинаем превращать карту в реальные изменения, мы сталкиваемся с тем, что в компаниях пока еще каждый отдел отвечает за свой кусочек. И сделать так, чтобы каждый кусочек заработал, как большая машина, которая помогает клиенту, это тоже пока для нас боль-боль. Но тоже стараемся это решать с помощью инструментов и фасилитаций в том числе, и с помощью командных мероприятий. Без этого, к сожалению, никак. Ну и вот тоже на картах не дай бог остановиться, потому что надо внести изменения. Как-то все. Спасибо вам огромное. Поделилась. Давайте подумаем, есть ли тут все-таки особенности у нас в регионе. Я вижу Дашину руку. У меня вопрос не про регионы, но больной. Да. Расскажи хотя бы один способ, как сделать так, чтобы отчет не положили в стол. Хороший способ. Как минимум, нужно начинать с начала. Зачем и в какой ситуации люди начинают этим заниматься. Когда мы вообще не продаем свои исследования, не придаем свои услуги, вот так вот купить сервисный дизайн, купить сервисный дизайн, это модно, давайте, это хорошо. Вот. Мы ведем свой блог и тихонечко начинаем менять представление людей о бизнесе, об исследованиях. Вот. И к нам приходят обычно люди, которые являются драйверами изменений внутри компании. И они осознают, что они эти изменения в случае чего могут внести. Вот. Поэтому пока сейчас без вот этого человека, который к нам придет и скажет, помогите мне, я тут один, давайте что-то с этим сделаем. Вот так работает. Тогда есть большая вероятность, что в стол не положат. В любом другом случае точно положат. Если скажут, тут как бы модно сейчас так проводить, давайте проведем такое исследование, 100% положат в стол. Такое было, и вот мы так больше не хотим. Дальше, да, дальше помогаем. Там дальше нужно собирать проектную команду, которая будет отвечать за эти изменения. Проводить с ними серию сессий, которые они превратят в микропроекты по изменениям. Например, вы видели, что на этом куске карты огромное количество барьеров, и нам нужно вот это в первую очередь менять. Создаем проектную команду, как в МАФТе получилось в том числе. Они несколько фасадов сейчас меняют, с архитекторами работают. Вот создаются проектные группы. Либо мы приходим и этим процессом помогаем управлять, либо компания это делает сама и говорит, мы тут хотим без вас уже поучаствовать в этом. Да, вот у нас на самом деле с Лигой ЖКХ как получилось. Мы поработали вместе с ними, создали карту, поизучали потребителей. Причем мы остановились даже на том моменте, что у нас кабинеток вот так практически хватило, интервью-то даже было очень мало. Вот. И ребята говорят, спасибо, мы дальше сами. Мы такие, ну может быть, как бы нам же все понравилось вместе работать, мы же тут столько всего сделали, вы же сказали, что это все так жутко полезно. Вот. Ребята говорят, нет, как бы мы сами. Кажется, правда, сами. Ну то есть получилось так, что они заразились и сами начали это делать. Судя по тому, что у них происходит на Фейсбуке, они правда по тому плану идут, по которому мы задумывали. Вот. Для меня сначала было сложно то, что как, я же в это вложилась, мы же тут вот поработали, я же дальше хочу быть частью изменений. Вот. Но я потом поняла, что мне важнее не то, чтобы мы дальше там вместе пошли, а скорее то, чтобы вот это запустилось. Поэтому сложно, что отказались, но мы пережили это, потому что вижу, что у ребят реально меняется то, что мы задумывали. Вот. Какая еще сложность была? У МАФТ-венотеки, тем не менее, у нас была обратная связь о том, что, ребята, вот как бы смотрите, какую большую карту вы нам принесли, а где вы нарисуете нам картинку будущего, к чему нам вообще стремиться. Это было в прошлом году, и мы тогда поняли, что приходить просто с презентацией и показывать, смотрите, как много у вас всего плохого, вот этого вообще делать ни в коем случае нельзя. Нужно сказать, ребят, вот да, вот тут, вот тут, вот тут мы наисследовали, у вас есть, что менять, но смотрите, как мы видим эти изменения. Давайте изменяем, там главный барьер был, это большое тупление в полку. То есть приходят люди, видят большое количество напитков, не могут ничего выбрать без консультанта. Там основной барьер был такой. И мы поняли, что нужно менять действительно вообще формат магазина. Где-то пробные форматы делать и смотреть, а как же это можно поменять, чтобы это тупление убрать, потому что влияние консультанта очень сильное. Он может сегодня продать то, что ему лично выгодно, а завтра может продать то, что, ну там, подешевле, и никак не проанализировав того, что правда нужно людям. Вот, поэтому тут мы столкнулись с тем, что ребята нам сказали, а чего вы нам не показали, к чему-то идти. Поэтому любое вот это вот расширение, когда мы показываем количество барьеров, нужно сузить и показать, как мы видим выход из этого. Вот, сейчас стараемся делать так, в том числе. Вот два таких кейса, наверное. Пожалуйста. У меня вопрос больше в продолжении, наверное. То есть это ваше взаимодействие с компаниями, это все-таки сейчас разовый или больше уже такой частый кейс, когда они к вам опять возвращаются на другом этапе, переделали опять и опять? Ну, на самом деле мы стремимся к долгому взаимодействию, потому что быстро нельзя поменяться. Если у компании действительно есть… Кстати, к нам приходят когда-либо все плохо, либо когда все хорошо и нужно лучше. Вот второй случай, он чаще. Поэтому это скорее спокойные, такие достаточно долгие отношения. Но пока мы не преодолели вот этот вот барьер тоже, когда у нас есть пилот, когда мы знакомимся, пробуем, знакомим компанию с взглядом со стороны, вот, и там есть всегда вот этот вот пока гэп. Мы его переживаем и учимся проводить сессии с клиентами, которые нам дадут по нему проехать сверху, а не вот так вот. И второй вопрос, что насчет выбора метода, да, и кто инициатором больше? Потому что бывает иногда с агентствами, что приходит заказчик и говорит, да, вот мы хотим кастдэвить, да, и вот только это. То есть от кого больше запрос идет, да, и вот как с этим тоже работаете? Предлагаете ли вы юзабилити исследования и так далее? Мы чаще сами предлагаем инструменты, потому что клиенты видят, что мы что-то можем, понимают, что как бы что-то вроде интересное, но, естественно, они нам не могут предложить, что конкретно. Мы скорее снимаем задачу и предлагаем им набор исследований. Это чаще всего несколько исследований. Обычно делаем глубинки, опросы, замеры метрик и наблюдения с аналитическими закупками. Вот. И вот эту вот подстройку из нескольких методов, из нескольких инструментов делаем, и мы ее предлагаем. Обсуждаем, говорим, зачем каждый из инструментов вот так получается собрать. Привет. Ты рассказывала про то, что… Ну, есть такая особенность в регионах как раз о том, что клиентов очень сложно разговорить, респондентов. Вот. Мы тоже с таким сталкивались, а еще мы сталкивались с такой историей, что, как правило, это связано с тем, что человек, особенно если он наемный работник и работает в какой-то большой структуре, очень какой-то узкой, ну, вот мы в битве работаем, это завод или что-то такое, вот. Чувствуется, что он просто не может разговориться из-за того, что переживает, что эта информация куда-то сольется, его руководство, потому что очень держится свое место, потому что рынок узкий тоже, ну, вот в регионах. Сталкивались вы с таким и как с этим поролись, ну, как снимали эту волю? Респондент. Мы сталкивались вот на последнем проекте по автодеску, сто процентов это было, и практически чуть ли не с каждым респондентом. Это всегда было NDA обычно и гарантия того, что мы конкретно, то есть если мы заходим не через руководство к этому человеку, мы стараемся все-таки не через руководство выходить, а напрямую к человеку, который нам может что-то рассказать, то мы говорим о том, что эти данные обезличены, подписываем с ним соглашение о неразглашении персональных данных, фотографируем его, если это момент договоренности, и потом мы его отправляем уже почтой. И потом мы гарантируем, что запись будет удалена очень быстро, там, в течение одного-двух месяцев, и мы не раскрываем. Ну, как раз когда уже показываем отчет, мы ставим имя человека, который не согласился разглашать свои персональные данные, как аноним, ни в коем случае не передаем его контакты и остальное. Да, сложно, и обычно у нас даже когда проговариваешь, что мы уже даже подписали соглашение, все, уже проговорили, что мы тут можем вроде бы как комфортно разговаривать, но человек все равно, а расскажите для кого, а расскажите почему, я вот не доверяю, я не могу настроиться, вы мне сейчас не даете почувствовать себя спокойно, даже цитата такая была. Вот, поэтому, ну, к сожалению, B2B-исследования это дольше, чем более простые пользовательские. Вот, ну, пока только соглашение. А вопрос про клиентов. Вот люди, которые к вам обращаются, конкретный человек, кто это, как правило, в компании, кто является драйвером заказа исследований у агентств, и кто вовлекается в команду, принимающую результаты исследований? Это директор по маркетингу, вот в МАФТ-венотеке и еще в одной компании. Это был директор по маркетингу, который видит, что, ну, что-то где-то можно сделать лучше, и я вот уже, скорее всего, внутри этого не вижу, надо бы попробовать, может быть, что получится. Вот так обычно строится диалог. Вот, это может быть сам директор, если он занимается общением с клиентами и видит, что было бы неплохо. Вот, но чаще всего это две роли, других пока вот явно в виде я не видела. Человек, который отвечает за коммуникацию, за маркетинг, либо директор. Вот. Выбирай вопрос. Мне так сложно, очень сложно. Я теперь понимаю ребят, которые тут такие, ну, сложно, правда сложно. Я, наверное, отдам книжку Даши, потому что для меня это огромная боль, а вот ты постарался, ты так много наслушал людей, ты так много вообще увидел, как они страдают, и, пожалуйста, изменитесь, чем я могу помочь. Вот я, наверное, поэтому отдам книжку Даши. Так клевая книжка, я ее не читала. Теперь прочитаю. Среда обитания. Да, да. Спасибо большое. Спасибо большое.